So what is happiness for you? В общем, я означаю, что при какой температуре вешенка не будет расти Вот, можно посмотреть Вот здесь Видно, что примордия образовывается Пробует вешенка вырастать Здесь тоже Вчера мы немножко собрали урожай Но растет она довольно-таки проблематично Вот сейчас примордии все-таки Вот у нас образовались Здесь у нас большое желание все-таки эту вешенку вырастить Для этого мы сейчас будем применять Один такой метод, который вы не найдете нигде в интернете Никто вам такого не расскажет и не покажет А вот я вам сейчас это продемонстрирую Сейчас мы приготовились к купанию Только не мы здесь будем купаться Здесь будут купаться наши блоки Вот здесь у нас такое хорошее приспособление Как ванна В нее мы сейчас будем напускать воду Для купания вот этих блоков Это самым положительным образом повлияет на их дальнейшую судьбу И таким образом мы все-таки заставим их хорошо у нас плодоносить И дать большой полноценный урожай Так как они уже где-то недели три тут скучают То есть потенциал для роста у них уже собрался Вот видим здесь на этот потенциал Вот примордии просто уже сами по себе Рвутся под пленку Это опять же по причине высокой температуры Потом если посмотреть вот на эти блоки И вот тут будет лучше видно Вот эти желтые места Я вам объясню Это Это Если сказать вот так точно Это полноценно есть Один большой вот такой вот примордий На этом мешке Просто из-за высокой температуры И отсутствия стартовых условий для плодоношения Они не могут образоваться полноценные примордии Вот сейчас мы для них попробуем Такие шоковые условия создать С помощью охладительной такой ванны Когда вы планируете ваше выростное помещение Не приспосабливайте его А планируете то есть строите Обратите внимание Что никогда не будет лишним Вот сделай то что я сделал Вот здесь в пол Сразу была залита Такая вот Восточная труба Которая играет роль Значит вентиляции Которую можно ставить вентилятор И отсюда отбирать воздух Отработанные там споры Туда все выдувается Теперь очень предусмотрительно Сделано было вот такое источное место Куда будет Если мы из ванны будем выпускать воду Она будет стекать прямо в канализацию И выливаться у нас в постольную яму Вот видите этот шланг позволяет нам Воду не выливать просто чтобы она текла где-то в пол Или выносить ее ведрами А она приспособлена к тому чтобы это сделать Теперь обратите внимание Пока я вам его рассказываю Когда вы заполняете емкость водой Я сейчас шланг вот этот Я сейчас на минутку оставлю под водой И сейчас я вам подясню О чем идет речь Когда вы заполняете вот эту емкость Желательно чтобы вода Которая будет сюда наполняться Она желательно и шла вот под таким давлением Чтобы сама вода была насыщена кислородом Пузырьки кислорода Возможно не видно Но они все таки там есть Это для нас будет очень важный момент И очень важный фактор Я объясню вам сейчас почему Вот эти блоки После трех волн плодоношения Они довольно таки уставшие уже Внутри у них собирается большое количество ингибиторов роста Это вещества которые будут влиять на остановку самого роста И на образование плодовых тел Ингибиторы то есть они будут подавлять Образовываются они в результате волн плодоношения Жизнедеятельности клеток И их очень большое количество находится в этих блоках Для того чтобы их устранить оттуда Мы их будем очень простым Можно сказать таким механическим способом Просто будем оттуда сейчас вымывать Вместе с водой Мы сейчас это все промоем Та вода которая у нас будет находиться в ванне Она насыщена кислородом Кислород будет попадать внутрь В эти блоки И забегая наперед Приблизительно на одну неделю Обязательно вот сегодня у нас 4 июля Ровно через неделю 10 числа Мы сделаем съемку в этом же Гроссном помещении После того как все блоки будут замочены Мы продемонстрируем Я продемонстрирую вам Те результаты которые мы будем здесь наблюдать Через Ровно через 7 дней Значит я продолжаю заполнять ванну до сих пор Пока она не наполнится полностью Мы сейчас на секундочку сделаем паузу И после того когда будет ванна полная Мы продолжим и я покажу как Производится замачивание самих вверх На улице стоит ужасная жара А мы будем танцевать буги-вуги до утра Ведь я люблю буги-вуги Я танцую буги-вуги Я танцую буги-вуги каждый день Отправляемся назад в грибное Вот таким вот образом мы приспособили Наполнение воды И так для начала мы возьмем какой-то небольшой блок Смотрите Посмотрите мое видео относительно контрольных взвешиваний Вот берем вот этот блок Давайте оценим что здесь Лесом он сейчас Не буду я идти за весами Но мне кажется что он 10 килограммов 3 Хотя в принципе должен весить килограмм Где-то 7 Вот сейчас мы восполним Эту изустаточную твердость И вот таким вот Изанисловатых подражек Давайте вот так вот Посмотрим что происходит Видите блоку Тут опить не так-то просто То есть тонуть он не собирается Здесь видим полноценность Здесь есть желание Образоваться примордием То есть с другой стороны Если мы сделаем отверстие Он прекрасно будет у нас плодоносить Только они будут расти у нас в стену Так что помещение небольшое То недостаток есть такой Что мы не можем Делать другую перфорацию Поэтому будем дотягивать уже С той стороны Которая у нас здесь есть И вот Злот сам тонуть Никаким образом не захочет Поэтому мы будем так вот В этом помогать Вот что мы делаем Видите мы как началку Его прижимаем туда И отпускаем Сейчас остановим воду Чтобы она не мешала На звук Мешать Вот Этот блок Где у нас тут начало Вот Видите он хорошо Шипел Ставим его обратно И вот он Начинает понемножку Возвращаться В исходное состояние При этом Затягивая чистый воздух Из внешней среды Вода очень такая Холодная Здесь И вот такая Шоковая терапия Для этого блока Мы сейчас произвели И обратно Отправляем его На полку Вот То есть Сами понимаете Если речь пойдет О каком-то замачивании блоков Реально Он так будет плавать Всегда То есть Тонуть он не собирается Наверное Где-то через неделю Он что-то там естественно Будет из воды там Набирать Но это Очень такой Неблагодарный Длительный процесс Поэтому Мы применяем Более такой Физический способ И так держим До тех пор Пока Из него Выходят пузыри Вот Мы из него Внутри Там Этот Углекислый газ И все остальное Отработанные Какие-то вещества Мы это все Из него выжимаем И сразу Будем Отправлять Вот На полку Сейчас блоки Уже становится Маленьким Будет сейчас Сваливаться Отсюда И следующий Это не занимает Долгое время Но Процедура Довольно-таки Оправданная В том плане Что Буквально через Неделю Появится Появится снова Примордии И мы сможем Опять Получить Полноценный Урожай Делать это Нужно Опять-таки Быстро Иначе Времени На море Не останется Мы сейчас Срочным образом Отправляемся На купание Потому что На улице Страшно жарко Поэтому Чем-нибудь Другим заниматься Как плаванием Желания Болейшего нет Вот Мы их будем Сейчас Выставлять На нижнюю На нижнюю полку Все-таки В надежде Что там Температура Намного ниже Намного-не намного Но все-таки Ниже Чем Вверху И вот Еще один Такой Моментик А что же Делать Вот с такими Блоками На которых Уже Есть Приморди Велика вероятность Что в процессе Вот замачивания Мы эти Приморди Можем и потерять Если уже Мы будем Все замачивать То просто Делаем это Немножко аккуратнее Я видел такое Что Иногда после Замачивания Эти приморди Просто замокнут И погибают И иногда Выживают Лучше все-таки Чтобы Блок Скажем так Заполнялся И отходил В воде Он сейчас вот лежит Он начинает увеличиваться И естественно Что он внутрь Этого пакета Подбирает еще Воду Вот И Когда он сейчас Вот туда Внутрь набирает Воду Он заполняется Водой Когда мы Выставляем его Обратно На полочку Эта вода Из него вытекает Опять же таки Создавая Отрицательное Давление внутри Для того Чтобы оно Заполнялось Свежим Воздухом Таким вот Образом Все-таки Мы Эти блоки Заставим Давать нам Урожай Летом Воздухом 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 Вот почему Такая Конструкция Стеллажа Оптимальна Подходит Для Расстановки Блоков Вообще Сама процедура Несмотря на то Что блоков Ни много Ни мало Но Довольно таки Очень Быстрая Буквально Я вот этим Занимаюсь Минут Ну где-то Двадцать Вот На этой ссылочке Мы встретимся с вами Ровно Через семь дней И посмотрим на те Результаты Которые Покажут нам Блоки После Такой процедуры Замачивания А с вами был Макс Тайлер Всего вам Наилучшего